Ютуб начал жёстко душить канал, придётся пару месяцев выкладывать нарезки с приближением и запикиванием матов в начале. Когда ограничения снимут все, будет как было раньше. Приятного просмотра! Ну короче ладно, погнали смотреть, сейчас задрубим мальчика жёстко. Мы будем снимать видео, реально. Бонжорно, дорогие друзья. Поехали, привет-привет, мальчишки, блять. Здравствуйте, на ютуб-канал Моргенштерн. Сегодня ваши любимые хайпы, скандалы, разоблачения и интриги. Это моё любимое. Будет хранить карьеру американского рэпера. Расскажем, как нас кинули на фит, как мы проебали бабки, каково это вообще работать с американцами. Всю эту... Фу, Америка, фу, еб***ь. ...внутри покажем. А также я ответственно заявляю, что Ричзэкит украл наше имущество. Кто не знает, у нас вышел фит с Ричзэкитом. Я не в курсе. Да, во-первых, давайте мы делаем личное признание. Да, этот фит куплен. Да, мы потратили на это деньги. Ха-ха, блять. Не тру. Улица проебана. Смотри, у нас никак не может быть проебанного вложения улиц. Почему? Её нету. Давайте, давайте с самого начала. Это умный мужчина, пока я его поддерживаю из всех. Как этот фит появился? У нас появился новый артист, он нейтив. Мы думали, как... Ну, ху**а, короче. ХП прикольненько запустить нового артиста на лейбле Bugatti Music. Парень талантливый. Да, парень талантливый, охуенно делает припевы на английском. Мы думаем... Как Миаги Эншпиль, блять. То есть талантливый, но он талантливо делает, как другие, короче. Поняли? Это вот такая особенность Bugatti Music, короче. Вот начиная с Моргенштерна, заканчивая вот этим чуваком, о котором они сейчас говорили. Они все очень талантливо делают, как другие, короче. Поняли? У них нет своего стиля, они делают, как другие, очень талантливые. Купим какого-нибудь американца на фит. Отличная инвестиция. Но. Должна была быть. Но. Но. Все американцы не такие, что дешевые. Ооо, вот Америка, блять, вот знаете, ребят, вот так вот. Ну да, у топов, чтобы вы понимали, фит стоит 300-500 тысяч долларов. У кого-то даже, ну, у кого-то даже и подлям, бак стоит просто куплет. А Рич, так сказать, ну. Ну, то есть у тебя. Был рядом, был рядом. Мы не будем, конечно, называть точную сумму, потому что уважаем договора. Уважаем, конечно. Сумма, так скажем, немаленькая. Мы решили, что это будет отличная власть. Я думаю, короче, штук 200. Ну, вот если вам интересно мое мнение. Просто по оценке, как это все. Что вы поняли, Логан Пол, по-моему, с Гуччи Мэйном делал фит за 250 тысяч долларов. В 2017, по-моему, или в 2018 году. Что-то такая хуйня, короче, не помню, блять. Я думаю, где-то Рич Зе Кит со всеми ценами сейчас, ну, 200 штук, 250 максимум стоит. В нового нашего артиста. И проебались. Let's go! Ай, блять. Я только что приехал. Бля, это круто сейчас. Это история, пацаны. Плейбэк, и каждый раз, вот уже, четвертый, блять. У меня просто мурашки начинают. О, да-да, у меня, блять, у меня мурашки, блять. Пиздец. А тело не наебешься. Убери внизу червя, какого... Это не червь, блять, это часть этого... Часть футажа, блять. Да идите в пизду, я лучше не сам уберу, вот так вот. Ой. Вот, лучше сам уберу и все. Вот он, посмотрите на него, блять. Это кишечная палочка, бегите, блять. Стоп! Стоп! Опыт с работами американцами, штоп! Идея фикс, по-любому закинуть кого-то, такого крупного, к нему на, как бы, на первый релиз. У нас с Сашей есть человек, который взаимодействует, как бы, там, в Штатах с артистами, там, и так далее. И он говорит, парни, вот есть такие... И все, кто есть, они выбрали Рич Зыкида, блять. Он там привел... Бубнового, блять. Бубнового, блять. Флаг лисиц. Танцевали под плаг волк. С бабушкой на... А плаг волк, блять. А чем мы висели под... Флаг цирк. Кида. А, знай эту песню, да, 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 да. Ever, ever. Стоп, штап, ever. У-у-у. Ну, песня реально нормальная. Кто не ожидал из нас, давайте по-честному, что это, там, разъебет российские чарты? Нет, конечно. Да, да, да. Потому что, ну, песня на 80% там состоит из английского языка. А на что они рассчитывали, интересно, вот тоже. Бля, я понял, короче, сейчас будет поливание говном Рич Зыкида и оправдание. Просто интересно. Хорошо. Они не рассчитывали на российские чарты, на какие вы рассчитывали? На американские или как, блять? На что вы рассчитывали? Или вы такие, блять, для души эту песню сделали? Я правильно понял? Как? На что вы рассчитывали? Просто вы бы сказали, мы хотели от этого клипа, от этого фита. Вот это, вот это, вот это популярность или еще души не донил. Давай, давай, поехал, блять. Ну, реально, а что они хотели от него? Вот они бы хотя бы обозначили. Может быть, они сказали бы, бля, да знаете, вот мы 250 тысяч долларов, да, на фит потратили, ну, для души, блять. Мы не рассчитывали, ребят, мы не рассчитываем, что это куда-то уйдет или еще что-то. Вообще, мы даже не хотели выкладывать, знаете, мы хотели просто в плеер закачать, блять, 250 тысяч. Это вообще другая движуха для нас. Да, да, другая движуха. Какая, блять, только вы поймешь, блять. Опыт. А, опыт, 250 тысяч долларов, опыт, блять. И, конечно же, запуск нашего нового артиста. А-а-а, вашего нового артиста за 250 тысяч долларов запуск, блять. Вначале, что он, скорее всего, вообще, ну, как бы не залетит, и поэтому пришел Калишер. На мировой чарт, хули. То есть на Россию рассчитывать мы не хотели, но на мировой рассчитывали. Это как, блять, да типа... Естественно, у них там дрейки, мейки, ну, пока площадки у нас не заблочили, выходят, у нас сразу это в чартах, ну... Если в мире во всем популярно, в России-то точно, блять, разве нет, блять? Бро, можешь тоже, пожалуйста, залететь, если тебе понравится. Алишер послушал, говорит, ебать, я люблю Рич Закидо, это наш новый там пацан, охуенно, давайте делать. Песня действительно ебанутая, мне очень понравилось трек, я думаю, все, я в деле. Для души, да, для души, блять, песню записали, блять, с пацанами. Ну, типа, я далек там от американской музыки, но вот этот трек я знал, пиздец, как... И насколько я хуел, как я разочаровался, блять, надеюсь, ну, это, наверное, мы позже скажем, не все американские артисты пиздатые такие, как... А, ну вот, хуй сос, а что он сделал, только хуй поймешь, блять, трек не зашел, но он хуй сос, ребят. Саня, наверное, хочет подозрить. Ребят, трек мы сделали, значит, позвали Рич Закидо, блять, трек, кстати, не зашел, так он, ну, хуй сос же этот Рич Закидо, вот реально, блять, если так подумать, он же, ну, лох ебаный. Ну, песни не со всеми заходят, аж хуй сосы. Только и от того, как они работают. Наверное, поэтому, наверное, стоит сказать, что именно поэтому Рич Заки сейчас не имеет того уровня, который у нас был несколько лет назад. А, вот-вот, блять. Настолько на похуй относятся к своей работе, но мы сейчас дальше об этом поговорим. Ну, поговорим, да. Ты наносишь все, блять, я получил предоплату и сходу через 4 часа присылают куплет. Бля, у меня просто от куплета на мурашки, мне очень нравится этот куплет. Давайте так. Куплет охуенный. В смысле, блять, настолько на отъебись человек работает, получил деньги, предоплату, через 4 часа написал. Он написал куплет, пошел его записал, подсвел демку и прислал им за 4 часа. Говорит, ну, он хуево работает. Ну, он так, ну, блять, как же он отъебись относится к музыке, ребят? Мы хотели просто, чтобы он за час все это сделал, блять. Мы благотворили, на самом деле. Мы были ему максимально благодарны даже на видосах, которые Валерчик уже подготовил. Ну, он хуесос. Мы ему, конечно, очень благодарны. Ну, какой он хуесос, ребят, редкостный, блять, просто пиздец. Как он плохо относится к работе. 4 часа куплет писал. Бля-я-я. Моргенштерн. У-у-у-э. Я уебок денег много. За час написал. Ты, ёпта, Ричзекит, ты ж популярный. Напиши ты тоже за час, блять. Чё-то ты работаешь плохо, блять, дружок, блять. Ну чё, не прошло и 17 часов. И всё, и пошел съемки. Чё он там, почему, да? Вот что мы узнали? Ричзекит хуесос, что он плохо работает. Пруфы у нас, естественно, будут дальше, да? Ну, как я понимаю, блять. Ничего не рассказали, только нас поставили перед фактом. Ну, лично, кинсхуесос, ребят, знаете. Он приехал. Это баттерфлайер флайн, флайн. Ой, как живо. Смотрите, вот он сидит, как ему похуй, да, на эту работу. Отсматривает плейбэк, блять. Ну, видно, что ему похуй на эту работу. И твоя часть. Да, блять. Давайте сделаем, я готов. Самолет задержали на 2 часа, блять, нахуй. Или на сколько? У нас на съемку, блять, меньше... Ну, у нас час на съемку. А, из-за того... Всё, я понял, ребят. Ричзекит плохо относится к своей работе, потому что его самолет задержали на 2 часа, ребят. Обожаю наш съемок. Поняли, короче? Вот, чём проблема, блять. Всегда вовремя. Висим, здравствуйте. Казанский душитель работает, да, 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 да. Вот так вот, я попросил его так сделать, да? На базочке, на базочке. Welcome to Dubai, Хабибис. Вот так, собственно, Bugatti Music запускает артистов молодых. Ну, мы видим, как... А, вот вы как запускаете. Дорого и бесполезно, интересно. Да, присылайте ваши демки на почту. Вы вдруг друга все поверили, походу, пацаны. Вот чё могу сказать, блять. Вы знаете, мы не прочитаем. Что творится, нахуй? Кажется, мне кажется, что даже после съемок клипа мы все равно к нему отнеслись, типа, ну ладно. С пониманием. С пониманием, типа, топ-артист, охуня. А он хуй на нас забил просто. Да где он забил, блять? Да покажите, ебать, пацаны. Нихуя вы на приколе. Вы просто покажите, где он на вас хуй забил. Чё-то интересно, блять. За 4 часа куплет написал. Прилетел. Ну, самолет задержали, но это же не он виноват. Да где он хуй-то забил, блять? Делали трючок и не собирали. Я смотрю, смотрю, просто они вот его поносят 6 минут. И ни разу не показали, почему, поняли? Мы не собирались снимать клип изначально. Но судьба злодейка подкинула концерт Ричзакида в Дубае. Мы, естественно, берем эту ситуацию в свои руки и радуемся этому, опять же. Потому что пока что все идет максимально круто. Он там пишет или шер, что типа Вау, бро, it's a big hit, yo, it's a big song, let's do it. В песню он пиздец верил, говорил, ебать, это же вообще ебать. Ну, то есть, потому что вы, наверное, заплатили, блять. Кутый там, big hit, big song, my brother, дэ-дэ-дэ. Давай деньги и клип. Да, то есть... Все наше общение вот так было. Е-е-бро, it's amazing, а where is the money? Ускорит, кстати. Ну, да не, давайте насладимся каждой секундой, блять. Е-е-е, бро, е-е-е. Да пока нормально. Going money? Этот клип за два дня приготовил. Ну и, блять, так ты такой же, блять, нихуя себе, чел, ты же тоже абсолютно так же, блять. Не, я правильно понял, если бы Моргенштерну, вот если Моргенштерну вы заплатите за фит, сколько он там берет, какие-то ошеломительные деньги, какие-то неадекватные, блять, у этих мошенников, блять, по миллиону долларов, то Моргенштерн, если ему не понравится песня, он скажет, да это хуйня, вы мне денег заплатили за куплет, так это хуйня же собачья. Он будет сидеть, писать, блять, чуваки, вот эта песня, это полное говно, это полная хуйня. Э-е-е, мы узнали, что... Конечно же он будет такой, блять, братан, так это круто, потому что тебе заплатили, блять, естественно, будешь это хвалить. Рисдекит прилетает здесь давать шоу и моментально приготовить. Ну не мы, я не буду на себя нихуя тянуть, это вот все, вот это вот бешеное. Это вот это бешеное, сука. Смотрите, фонари. Ладно, я ускорю сейчас. А где, блять? Разучился уже, ребят, уже все, немножко это, с самого, от стримов отвыкли. Они все не настоящие, это все их ставили сейчас, нахуй. Да ну нахуй. Блять, это очень круто. Был промежуток между тем, как он садится в Дубай. Между пенисом и жопой, да? У него концерт, промежуток где-то 4-5 часов. А, ты про этот промежуток. И мы, как планировалось, успели бы все отснять. Что то, что мы не могли распланировать вообще какой-то план действий, потому что мы не понимали, пролетали ли он сегодня, завтра, утром, вечером, было не вообще непонятно до последнего момента. Тяжело, коммуникация тяжело. Ну вот в чем он виноват, потому что у вас планерка тяжелая была, рисдекит хуесос, блять, из-за этого. Должно было быть 8 на площадке, мы стоим, время уже 8.30. Мы понимаем, что он даже еще, походу, не приземлился. Водитель фоткать табло и говорит, реально перенесли эти правила. Самолет задержали, да, здесь, ну, даебов никаких. Ты просто, вот, просто какие-то... А где, даебы, блять, блять, пацаны, а где? Берет место съемки клипа, ровно под клубом... Мне можно реально хуесос конченый какой-то? Я просто пока что 10 минут поливания говна... Если бы так не было, все, пиздаться, блять. Бля, ускоренная песня еще смешнее звучит. Бля, охуенный флекс, блять, флекс, флекс. Как уроки-то, флекс, флекс. Смотри, блять. Охуительно, флекс, флекс. Классно, блять. О, все наши, пацаны, вот они слева направо, бубная колода наша подъехала, блять. Самый производительный артист. Бля, главное, я каждый день встаю утром в 5 утра, потому что я богат. Если вы не настроите свой режим в своей повседневной жизни, тогда как вы будете богат? Флекс! Я ебал, что они все американские звезды, нихуя они не производительные. Их приходится подталкивать, заставлять... Да-да-да, за 4 часа куплет пишут, блять. Приехал, снимается, он нихуя не делает, блять. Я ебал его, не хотят работать. Чтобы вы понимали, все, что мы до концерта сняли, это, наверное, процентов 20 от всего, что мы должны были снять. Блять, я не могу, этот флекс, сука, это очень круто. Флекс, флекс, блять. Тебе заставлять работать, я ебал. Все, иди, работай, блять. Не хотят работать. Чтобы вы понимали, все, что мы до концерта сняли, это, наверное, процентов 20 от всего, что мы должны были снять. И мы как бы договорились, окей, сейчас давайте на шоу сгоняем, после шоу возвращаемся, все остальное доснимем Чтоб вы понимали, на площадку он залетает, вот такой, йоу, погнали снимать, ебать, биг хит Так что, вот именно, блять, а тогда в чем он неправ, блять Круто снимаешь, давай мне тоже поснимай, оу, Дин, крутые хуки, может мне сделать какие-то хуки Только он берет пачку бабок и так Так и было Шоу, все, мы отсняли В смысле, блять, он снимался же нормально или нет, блять, где, где этот момент? Три кадра, отправляемся на шоу Вы ему во время съемок дали деньги, прям вот он снимается такой, перед камерой отыгрывает Вы ему деньги даете, он такой, о, бля, все, меня размазал Я просто не особо понял, как Просто клуб, мы как бы висим за столом Ну просто он показывает, скачет, блять, ну не особо интересно, но что-то скачет, что-то, да, что-то принимает участие, в плейбеке смотрит, блять Я говорю, если бы ему было просто похуй на этот, на этот, ну клип, он бы даже плейбеки не отсматривал, я уверен, блять Потом идем на сцену, полчасика вот так вот, даже не полчасика меньше, песен 8-9 Фу, он еще и выступает, да А, он еще и выступает, как хуесос, ребята, он по жизни хуесос, еще и выступает, блять А, блять, 8 песен спел, понятно, блять 20 минут было выступление 20 минут, но это полный хуесос, блять Вот, оно закончилось, все, мы выходим на улицу, садимся в тачку, ждем пока Бля, какой же он артист тогда, 8 песен спел еще, в том числе, блять И вот давай про момент, когда Надежда умерла Когда вся его толпа вываливается из клуба, рассаживается по тачкам Не, я подходил, Рич уже шел вот такой, типа, уставший, после выступления А его кенты шли как бы уже там с девчатами, все такое И, бля, все-таки у девчонок было больше аргументов, чтобы они поехали с ними Я говорю, бро, ну что, типа, уф, бро, 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 и такой, и сел в тачку У тебя же тоже было вот это вот ощущение, что, я не знаю, громко, наверное, будет сказано Вот какой-то разбитый... Надежда, надежда Надежда умерла Я не понимаю, что они от него хотели в этот момент, что, типа, потусоваться с ним, типа Они же отсняли, да, я правильно понял, все, типа, то есть, они отсняли, он поехал, отработал, ну, корпоратив, да Вышел оттуда, они такие, поехали с нами тусить И такой, уф, бро, бро, и уехал Они такие, пиздец, у меня все отпало, нахуй А доснять клип, блядь? Так они же досняли его, нет? А получается, он тупил говно, блядь А получается, что ты реально думаешь, ну и что, вот это, типа, вот так, типа, блядь? Не отсняли Стоит отдать должное Саньку, он чуял что-то и заранее взял дублера Ну, то есть, они хотели вообще за 4 часа полностью отснять, да, то есть, как бы... Поэтому все кадры, которые вы видите в клипе, где он спиной, это не речь за кит Короче, да, что мы имеем? Мы заплатили очень приличную сумму, за которую получили, по сути, 40 минут участия в съемке Так вы же... Ты же сам сказал, блядь, минут 5 назад, что про съемки сначала речи не было, блядь Ребят, я много подтупливаю всегда, блядь, когда смотрю реакции, ну это я точно слышал, что, блядь, о съемках речи не было Он едет просто в Дубай отрабатывать бабки, блядь, и в том числе быстренько у них сняться, блядь, как он смог, он снялся, блядь Мы бы так не... Американец, козел, блядь Олис, на самом деле, если бы Рич хорошо поддержал этот трек, хорошо поддержал этот клип Ааа, вот в чем проблема, ааа, так а в договоре у вас было, что он обязан это поддержать или нет, блядь? В договоре у нас было указано 2 сториз А, во-во-во, все-все Я ему пишу, так вот, ты же выкладываешь сториз, он читает, и все И пропадает За эти сториз мы просто воевали, блядь, я его просто заебывал в личке Когда трек сначала вышел, типа, бро-бро, пожалуйста, ну поддержи, ну выложи сториз А он типа пишет, а что-то, связи нет, я вот только приземлился и просто вижу его сторизы, блядь Сантропе, нахуй, во Франции, где он бухает То есть мы вообще похуй, короче, поняли, ему не интересно, эта песня его не заряжала, блядь Я ему пишу, так вот, ты же выкладываешь сториз, он читает, и все В итоге, после всего этого наезда, выкладывает сториз без ссылки, нахуй Так он же прочитал, не ответил, все, исчез Я ему пишу, 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 он отвечает, не читает Я смотрю, он сторизы выкладывает в Сантропе Я ему пишу, пишу, он прочитал, и все, ушел После этого, вот этого ругачки, он выложил сториз Так он же прочитал и ушел Ой-ой, голова немножко подкружилась от теплоты Так-так-так Просто вот Ну, короче, хуй пойми, как там что, когда он выложил, через сколько дней, блядь Я вам пишу, бро, ссылки нет Он ее удаляет, и все И пропадает, нахуй Я его продолжаю заебывать, слава богу This is America, да-да-да-да Это к чему, мы бы так не бомбили, мы бы всю эту хуйню не рассказывали Ну да, вот если бы, блядь, ребят, клип, короче, плохо зашел, там вся хуйня Ну вот, блядь, вот это, вот, вот сториз бы Rich the Kid и все нахуй И в чарты сразу бабах американские Вот серьезно говорю С его стороны Серьезно говорю, вот что у Rich the Kid самые дорогие сториз на свете Потому что как только он делает сториз про, ну, какое-то его участие где-то Это становится сразу пиздец популярным Серьезно говорю Ну, то есть они полностью, они рассчитывали сильно на эти сториз Он не выложил, а так был бы пиздец хит, блядь Мирового масштаба Вот, сука, вот только бы он выложил этот, блядь, сториз, короче, прикиньте, блядь Вот такая подстава, ребят, от американцев Думайте головой в следующий раз, блядь Кто с ними работать будет, будет, блядь Просто соблюдены были условия Вот-вот, блядь, вот одна сториз, блядь, и все, и хит, нахуй, сразу, блядь Но он выложил ссылку, не оставил Оставил бы ссылку, да, если бы на клип с его участием Вот был бы пиздец хит Ебанутый, чуваки Просто Billboard Charts Top 1, блядь Ну, вот, сука, блядь, ну вот проебались Ваше имущество В общем, мы готовим себе клип У нас, как-то, подбираем со стилистом луки Кто как будет одет, Дин, Алишер А чесноки, блядь Мы пишем, как бы, нашему связующему, Риджи Киду Что у него из одежды есть? И тут Риджи Кид пишет Мне нужно Луи Виттон, Селин, Дольче Габан и так далее Я думаю, ну, блядь, ну, типа, топовый артист, ебать звезда Ну, значит, надо ехать в Луи Виттон и покупать Риджи на свой кадр Оделся в нашу одежду, одел эти кроссовочки Прада Пошел сниматься, отснимался И уебал прям в них выступать У нас что, подлагало? Сорян, ребят, что-то интернет упал на сек, да? Или до сих пор? Ладно, поспамте F5 в чатик Поехали дальше Это дублер на площадке Да Который, по идее, после того, как Риджи ушел Я поняла, что хуй он вернется Я сразу дал задание, чтобы дублеры начали одевать ту одежду, на которой была наречия Заходит Ашер и говорит Так он ушел нахуй, типа, со всей этой хуйней И я, блядь, ору в рацию Верните нахуй его Продюсер побежал за ним в клуб Короче, он такой пиздец А, он шмотки брендовые спиздил, нихуя Мы сидели после шоу, ждали, пока он вернет нам одежду Блядь, он нагрел их, как лохов, блядь, нихуя Да, если уж сам не хочешь У меня это не круто, блядь, да Если он реально спиздил эти шмотки Если, ну, если это правда, потому что Все, что там говорит Моргенштерн, надо на два делить Блядь, пиздун редкостный, просто редчайший, блядь Ну, если это правда, по-охуевшему просто Нашу одежду, сука За деньги, хотя бы отдай нашу одежду Пожалуйста, мы дублера снимем вместо тебя Если вы присмотритесь, то увидите в клипе На дублере вообще другие кроссы, другое все нахуй Он оставляет свои кроссы в нашем трейлере Форсы, с форсами Сука, я беру эти форсы Блядь, что это кринж, блядь Он с его кроссовками за ним бегал На веселе нахуй, да похуй уже Он с его кроссовками бегает за ним, блядь Свеи-то кроссовки, блядь Кого-кого, это самого Крочи, я закид, блядь, стащил со съемок, блядь Левые кроссы, по-моему, оставил А нам они нужны, блядь, для съемок Там был организатор, реально офигенный чел Из Soho Garden И он говорит, блин, я тебя так понимаю У меня такие же были с ними проблемы Но им нельзя платить, короче, раньше, чем они что-то сделают Я говорю, да я понял, типа Как вернуть, говорю, кроссы, у нас просто этот кадр и так далее У нас все стоит, нам нужно, чтобы лук был Хуй стоит, хуй Все, типа, ты можешь уже переодеться, вот твои кроссы Рич открывает дверь, говорит, базару ноль И забирает эти кроссы, тоже, и съебывает Ребята, Рич Зе Кит украл у нас кроссовки Не круто, не круто, блядь, ну это реально Это шерстюган, блядь Шерсть Зе Кит, блядь Когда Рич Зе Кит написал в чат по поводу Селина Луи Виттон, пишет Рич Зе Кит в чат Нужно Луи Виттон и Селин, я думаю Да ебаный врод, кто ты такой, мне даже Морген такое нахуй не пишет Хочу, блядь, Луи Виттон, Селин, блядь Ну у нас нет на это бюджетов, мы все отдали тебе, заплатили Ну так ему и скажите, блядь Думаете, сниматься не будет? Да, блядь, реально, вам пишет Рич Зе Кит Я хочу, в чем хочешь сняться? Хочу в Луи Виттоне и так далее Блядь, у тебя-то есть самого Луи Виттона, блядь? Может, ты в своем что-то снимешься, интересно, блядь Я звоню стилисту и говорю А ежека ты в Дейру, это местный садовод Бедный район Я говорю, возьми там по полной Луи, балансирай Я говорю, вообще не жалей нахуй 200-100 дирхам, бери нахуй И присылают мне кроссы Прада Я говорю, нихуя себе Я говорю, как один в один, нахуй Я говорю, сколько стоит она там, ну 95 дирхам, там есть перевести Это 2000 рублей Да, 2000 рублей, это кроссы Я такой говорю, ебать Берем, и все эти шмотки приезжают на площадку Да, типа это паленые все шмотки У нас паленые кроссовки Прада Блядь, чувак, это пиздец, кринж, блядь О, Алишер, блядь, ты че на приколе У тебя же нет этого фейк-дерьма Ты же сам топил больше всех Что все, что ты показываешь Весь твой рэп, он настоящий Все, что ты показываешь в клипах, это настоящее А оказывается, у вас все шмотки-то паленые, блядь И раз вы знаете, ну короче, вы такое делали уже, да, в принципе И в каких клипах еще у тебя шмот паленый, чел, блядь Это же прикол, блядь В каких еще клипах у тебя паленый шмот, блядь, нахуй Аааа, блядь, понятно, нахуй О, понятно Ну это трушно, трушно Ты во Франции там снимал, блядь Кросса, нахуй Ты все это время выебывался палеными кроссовками Прада за 2000 рублей Дорогие друзья, пишите Ну и он кринж, да, конечно Ну во все соцсети, нахуй, в комменты Ричдекит, верни кроссовки Мне самое обидное, что не было поддержки Блядь, ну это же пиздец проеб Вам не кажется? Ну может быть я немножко душню Алишера самого, блядь Ну это же пиздец кринж, блядь Человек, нахуй, реально весь образ построил на том, как он богатый И он в клипе, в своем же клипе покупает, блядь, паленые, нахуй, шмотки Чтобы в них сняться, блядь Это же пиздец кринж, блядь Я говорю, что Ричдекит кринж, блядь Что ворует вещи, блядь, которых снимается, нахуй Этот кринж, блядь Это просто прикол, пацаны, нихуя себе Это разоблачение на вас же, блядь Есть еще несколько там Просто все разоблачение, что я слушаю, как вы проебались, как вы лоханулись, жестко, блядь, реально жестко, блядь Еще и наваливаете истории, что ваши шмотки паленые, блядь А Ричдекит я только вижу в том, что он украл ваши шмотки Больше, ну у него косяков не было, он отработал деньги, блядь Международных переговоров по трекам, и Алишер решил эту хуйню подморозить Я просто даже не знаю, хочу ли я теперь работать вообще на этот рынок А-а-а-а А-а-а Бля, я понял всю хуйню Короче, нихуя себе, интересно, бля То есть, короче Он такой, короче, на пике популярности, ребят На пике популярности, говорит Все, пошло нахуй СНГ А теперь я иду туда Забу гор, блядь Сейчас я там нахуй разъебу, я чувствую, я сейчас там все разъебу Короче, у него Ну вот, говорю, без обид Вот не буду цифрами сильно, то есть, его дрочить, блядь Хотя, это тот человек, которому надо только цифрами цифрами дрочить, блядь. Его не зря фанат Оксимирона, блядь, дрочит про его цифры. Это потому что единственное, что вызывает у него чувства, чуваки. Вот в чём прикол. И он рассказывал, как он туда пойдёт всех разъебёт, блядь. Потом он объёбывается, у него падает, блядь, прослушивание, да? Мединус сильно у него... Ну это же факт, блядь. Мединус у него сильно падает, короче. Он понимает, что он там не разъебёт. Это реально очень много нужно. Ну, типа, влияния очень много нужно. Хотя бы то, которое у него было на момент Кадиллака, вот после этого момента. Он понимает, что он это не делает С рич-декидом объебывается Вот этот момент, да, объебывается И он говорит, короче, я поработал С этим западом, блядь Короче, это полная хуйня Мне не нравится, ребят, возвращаюсь к вам Снова на русском языке петь Сука, такой хитрец Алишер, ты самый хитрый человек на свете Наследними человеческими, неприятно Каким бы ни был наш шоу-бизнес Наш русский Как бы он Кался и не находился в состоянии зародыша Там все равно есть человечность Да ты что, мое золото, мальчик мой Красивый, блядь, да ладно Как ты к этому пришел, мой мальчик, блядь Какой сука Ну это реально дьявол, я вам серьезно Алишер настоящий дьявол, блядь Настоящий дьявол, блядь Ну опять же, да, хочется подметить Блядь, это сильно, я вам серьезно говорю Это сильно В Америке все-таки, если сравнивать Вот менталитет наш, да, наших людей, блядь И менталитет американский Как они общаются, как работают Там вот чистый, блядь, чистейший капитализм Ааа, вот Ааа, который у тебя в треках Ты про этот капитализм, блядь Деньги, деньги, сучки ебаться Тачки, да, вот эта хуйня Ааа, блядь Ааа, блядь, ну да, 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 хорошо, что ты против этого, блядь Вот этот капитализм, блядь Сука, блядь, капитализм заебал, блядь Ребят, мне песня Кадиллак вышла, блядь Капитализм нахуй заебал А, блядь, человечность, не хватает, блядь, нахуй Пиздец, у Боргенштерна Человечности в западе не хватает, ребят Внимание, блядь, у меня голова закружилась Это очень сильная хуйня, блядь это пиздец какая я я же сказал блять чоки но я прям чувствовал я прям я всем своим гадским блять ржавым нутро чувствовал что это будет великолепный ролик блять это просто но я говорю я прям ну я прям чую нахуй просто лол блять это кек чувак ты просто ты ну кек лол были ну ну все дайте деньги нам по все дайте деньги о блять а вот у тебя ты вообще те каждую копеечку ты отрабатываешь всех любишь а пожалуйста простите меня я больше не буду пытаться на приходи все лишь приходи к нам обратно петь капиталистические песни делать песни для наших душу какая сука хитрая тварь блять я в ахуя я заебался бляда причем это реально развод для школьников это самый ну чувак если на это если это хотя я хуй знает как интернет работает наша медика ну если вот эта хуйня сработает блять у меня нет слов если в медики вот этот мув сработает блять вот этот вот это легкая оп да на самом деле я не то имел ввиду да я вообще передумал вот если вот эта хуйня ребят это что-то на уровне блять что-то на уровне блять дрэдов срезал блять дреды опять вернулся к истокам блять рич закид украл блять батыйр на худшち помните у него че-то там цепь украли и украли блять его такой батыр блять батыр берни блять суд в узбекистан уехал батэр более вон у неё тоже американский батыр украл, блядь. Ребята, нахуй. Американский Батыр украл, блядь, у Боргенштерна карьеру в Америке, блядь. Что делать, нахуй? Из-за Батыра он все понял, блядь, нахуй. Просто в Америке все-таки... Батыры одни, да, воруют. Батыр, блядь, нахуй. Батыр, если ты меня слышишь, верни цепь, пожалуйста, Батыр, блядь. Нам похуй. Все, дайте деньги. Нам похуй. Все, пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться... Батыр, блядь, украл, блядь. Блядь, сука, охуенно. Что за Батыр? Да вы угораете. У него, короче, как-то угнали, я же рассказывал, у него угнали цепь, короче, блядь. Цепь, что-то еще... А, нет, это не просто цепь, блядь. Ой, сейчас, секунду. У него, короче, блядь, был конкурс на его цепь, блядь. Он устроил конкурс, такой, ребята, выиграйте репосты, знаете, вот это... У меня вышел альбом, вот это, знаете, вот... Вот этот... Маркетинговый ход. Знаете, вот когда у тебя альбом выходит, и такой, за репосты альбома разыгрываю цепь дорогущую. Вот это маркетинг... Ребята, это маркетолог. Вот его... Его сложно назвать лучшим артистом, но лучшим маркетологом я его точно назову, ребят. Это реально сильная хуйня. Репостни альбом, я тебе цепь отдам, цепочку, кольца, блядь. Ну, короче, вот такая хуйня. И в итоге на репосте лишь колота, и какой-то там выиграл школьник, короче, и хуй пойми откуда. И Алишер такой, бля, короче, бля, как влом мне ему отдавать эту цепь, короче. И придумал хуйню, что у него украл, короче, какой-то там водитель под именем Батыр, блядь. Он, причем его имя, если не ошибаюсь, короче, он продаван месяца, да-да-да. Он его, короче, имя по-разному называл три раза, короче. То там, ну, короче, Казбек. Я вот не особо помню, как Гаджи, знаете, вот такая хуйня. Батыр, короче, блядь. Его последний раз Батыр. А Батыр, я хуй знаю, есть ли такое имя, но Батыр на татарском и башкирском это богатырь, блядь, ну, то есть... Ну, то есть это вообще даже не имя. Али, да-да, Али, блядь, Али, точно. И он его Батыром еще называл, блядь. Нахуй украл. То есть, вы, короче, поняли? Он альбом свой раскрутил, цепь свою должен был разыграть и не отдал никому, короче, похуй. А тот, кто выиграл, ну, он должен понять. Он не дал ему деньгами, знаете, не окупил, короче. Ну, тот, кто выиграл, ему такой, блядь, у меня цепь украли, давайте бабки дам. Ну, знаете, такая, не-не-не, просто пойми, но ты же должен войти в ситуацию, блядь, мне аж цепь украли, поэтому разыгрывать нечего. Ну, короче, такая хуйня, блядь, это сильно, блядь. На Америку я хочу снова делать песни для наших людей с душой, блядь. А, блядь, а Батыр, Батыр украдет эти песни, блядь, Алишер, нахуй. Я заебался стучаться в Америку. Хуи за это. Опа, блядь. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не проебал связь с нашими людьми. Во-во, я же сказал, блядь, какой, сука, хитрый, нахуй, жук, блядь, ты реально, ты ящерица ебаная, тебя за хвост хватаешь, блядь, ты его, нахуй, снимаешь, блядь. Душу. Тем более, я вижу сейчас русские чарты, я вижу, что слушают люди, и рэп уже, видимо, нахуй никому не нужен, а я давно себя хотел попробовать в чем-то интересненьком. Поэтому, да, разные сердца. В наркотиках, блядь. А, ты уже попробовал. Ну, слушай, ты уже все сделал, что хотел, блядь. Для души, нахуй. Для нашей души. Да, 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 для какой, да, гадкая твоя душа, блядь, вообще никого не подойдет. Что, задумываться о том, что надо ли мне, нахуй, в Америку? Вообще, откуда вы мне... Есть, как я читаю эту хуйню, я не могу, блядь. Фу, как я читаю эту хуйню, ребята, блядь, как я, нахуй, разбираюсь, вот. Ну, вот, вообще, вы купаете, кого вы смотрите, ребят, это же сильная хуйня, блядь. Как я читаю эту залупу, ну, 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 роднолькин, слушаю, блядь. Хуйня, что мне надо в Америку. Я тур там покатал, посмотрел, как там живут, мне не нравится, я бы в Америке не был. Ой, фу, блядь, да, да, да. Когда, блядь. Ну, короче, ну да, я скучаю по родине, блядь. Однажды, может, однажды... А как же песня выходила? Да пошли вы, я поехал, ха-ха, блядь, оставайтесь. Ты не помнишь, блядь, что ты, ты же пел эту хуйню. В Россию. Ну, а пока можно попробовать вернуться в российские чарты. Следующая песня. Да-да, ну, попробуй, попробуй, блядь. Нет, для наших. Блядь, ну, если вот эта хуйня, короче, прокатит... Ребят, если эта хуйня прокатит, я перестану верить медийку, блядь. Ждите, дорогие друзья, и простите. Я все понял, я понял свои ошибки. Подписывайтесь на канал. Такой сука, блядь. Давьте лайки. Ошибки свои понял. Короче, я рассказываю, что произошло. Он платит Рич Декиду, блядь, 250 тысяч долларов. Ну, я, это, мое мнение, я, ну, примерно так думаю, это и стоило. Где-то так, 250. Короче, он платит ему деньги. Чувак, подскакивай, за 4 часа пишет куплет. Он говорит, он приходит на съемки, такие, чё, чё, как, чё? На съемках, охуеть, всё, давай, где снимусь, чё надо, блядь. Причем про съемки никто не говорил, да, вообще о съемках речи не было. Он сам сказал, что про съемки они воткнули, когда он ездил на корпоратив, блядь, Дубай, нахуй. То есть, он вообще не особо обязан был там сниматься. Вот. Чувак всё равно снялся, как мог, блядь, там, 2 часа, не 2 часа, но он же тоже потусоваться хочет. Он же приехал в Дубай, он хочет тоже своими чуваками оттянуться, да, ну, можно понять, блядь. Короче, блядь, потом как Батыр украл у него вещи, блядь, всё, говорит, ребята, я всё понял, блядь. Песня не зашла, сториз, две сториз не сделал, вещи на 2000 рублей украл, блядь. Всё, ребят, я всё понял. Запад хуйня, ребят. Я, ребят, простите меня, я сейчас вернусь к вам, блядь. Запад хуйня, у меня Батыр украл, блядь, кроссовки, нахуй, за 2000 рублей, блядь. И сториз не выложил. Вот я говорю, вот, блядь, вот выложил бы он этот сториз, вот вы просто не понимаете этого момента, чуваки. Вы как бы, вы смеётесь, я вижу в чате, ха-ха, блядь. Вы не понимаете от главного момента. Песня-то хит, пиздец. Это пиздец хит. Клип видели, как он за сердце держит, у него дым оттуда ебашит. Это пиздец сильная работа, я вам серьёзно говорю. И просто, вот понимаете, столько работы, столько денег, одна сториз, блядь. Вот если бы Рич Закид сделал бы одну сториз, это бы разъебало нахуй, я вам серьёзно говорю. Себа, весь Запад подписан на Рич Закидо. Сколько населения в Америке? Миллионов триста, да, человек? У Рич Закидо реально 300 миллионов подписчиков. То есть реально каждый в Америке, ну, то есть на него подписан, блядь. Флекс, флекс, да-да-да. Я говорю, одна сториз просто разъебала нахуй. Вы уж не подумайте, что он просто отчаянные какие-то поступки делает, вернуть что-то, не что-то, блядь, купить всех на свете, блядь. И клип, который набирает за неделю лям просмотров еле-еле, когда он всем в лицо смеялся раньше, говорил, ха-ха, я вас всех в рот в ебу. А теперь его в рот ебуду, он такой, а, нет, это Рич Закид не выложил сториз, всё понятно. Флекс, флекс! Ну, творческих успехов!